значит это сайт пока есть первая версия мы вам показываем хотя уже есть и 2 3 4 она появится перед стартом рекламной кампании так начнем с самого верха название здесь есть у нас вот цветочки которые раздвигают и сдвигают нашу шторочку и все информация находится за шторочкой когда мы двигаем шторочку здесь у нас есть первое что это ваш код приглашения и 2 красненькие квадратика по которым вы можете приглашать людей для этого необходимо нажать на 2 красненькие квадратика сейчас обновлю и скопируется ссылка которую вы можете заслать в телеграм вайбер на почту ватсап и так далее любому человеку который который вы хотите пригласить если этот человек по этой ссылке появится зарегистрируется то он появится в вашем кабинете в моей команде так следующая кнопка информации это сколько у вас на балансе денег сколько денег на вашем счету если денег достаточно и вы выкупили пакет то эти деньги можно выводить нажав на кнопку вывод средств здесь нужно что делать указать выбрать power perfect money или же карточку написать указать сумму и один раз подтвердить не надо подтверждать несколько раз потому что каждый раз когда вы подтверждаете создается новая заявка вот следующая кнопка которая у нас здесь есть это найти услугу про это я не рассказывать не буду единственное что хочу сказать что у нас есть заказ такси и заказ услуг услуги здесь выбираются а такси заказывается здесь а такси можно заказать на сейчас на время или показать ближайшие автомобили которые здесь есть вот такой простой функционал это для тех людей для клиентов которые будут пользоваться нашим сервисом для того чтобы найти услугу найти быстро сравнить и выбрать услугу следующая кнопка у нас создать услугу опять же для людей которые оказывают услуги они могут нажать на эту кнопку и зарегистрироваться в нашем проекте любым специалистам там сантехниками электриком мастером там всевозможного и так далее ну а теперь самый главный функционал для партнеров вот моя команда здесь небольшое обновление произошло любой человек который сюда заходит может нажать кнопку показать мой телефон вышестоящему партнеру и тогда у вас будет отображаться номер телефона вот как здесь тот кто нажмет эту кнопку то все будут видеть партнер который вас пригласил будет ваш телефон видеть ваш телефон мы сделали по просьбе партнеров потому что много людей регистрируется люди не видят имя айди а как связаться не знаю но опять же мы можем это только сделать по согласию если человек поставил птичку что он не против показать телефон тогда телефон будет отображаться если он не поставил значит будет надпись нет разрешения таким образом в своем кабинете вы можете увидеть людей которые зарегистрировались вашем кабинете и если есть телефон по собственно говоря много здесь рассказывать людям не надо просто надо сказать вот здравствуйте там вот вас имя там руслан или как тут его имя зовут позвонили сказали что так и так вот вы зарегистрировались в проекте более подробная информация про проект находится вот в этой кнопочкой о проекте не все догадываются просто им надо подсказать что нажмите кнопку о проекте вы попадете в чат-бот нажмете telegram или вайвер выберите и там чат-боте пошагово расскажется что это за проект как он работает как и сколько можно зарабатывать и что нужно делать вы уже можете не опасаться что он зарегистрируется под другим человеком потому что он уже находится в вашем кабинете вы можете посылать чат-бот там будет ознакомиться ну если у вас есть дополнительная информация которую можете сказать обязательно скажите что вы уже в этом проекте всю информацию которую вы можете сказать вот такая вот функция вот давайте по этому вопросы есть вот по этой страничке да есть можно да сергей вот по поводу номеров телефонов да ну вот мне добавили партнера подарочного спасибо огромное хочу всем сказать кто слушает на 13 день моей работы партнера мне добавили и исполнителя добавили все спасибо это просто спасибо и там опять же человек может не знает что нужно нажимать вот эти кнопки то чтобы вышестоящий наставник видел мой телефон и так вот он у меня висит эти два товарища которых я пригласила да я их знаю я с ними связываюсь а максим может максим слушает сейчас пожалуйста на вот грешенка елена мы не имеем права так сказать эти телефоны самостоятельно как же быть это вот сам человек заходит кабинет если он ставит пичку вы видите его если он не ставит телефон значит вы его не видите но я думаю что мы это видео запишем и выложим и те люди которые будут ознакомливаться с кабинетом они поймут что при желании они могут если не возражают поставить пичку и вышестоящий партнер может увидеть телефон и может перезвонить вам и сообщить дополнительную информацию о проекте а допустим мы будем пост писать да ну каждый из нас что-то пишет какой-то пост просто там нужно освещать и человек уже который пойдет сразу же по вашей ссылке регистрироваться уже будет знать да вот то нужно на эту кнопочку нажимать для связи когда он зайдет в кабинет то ему будет информация что вы можете показать свои телефоны вышестоящие при желании все хорошо понятно спасибо еще раз повторюсь что необходимо делать если вы увидели в своем кабинете нового партнера с телефоном то вы просто-напросто звоните этому человеку и говорите ему чтобы он нажал кнопочку о проекте попал чат-бот и там чат-боте все рассказывается пошагово ну и может быть ответите на какие-то вопросы которые человек задаст вы уже понимаете что этот человек находится в вашем кабинете он может стать или исполнителем или партнером если он купит какой-то пакет сразу либо строчку он станет партнером если он зарегистрируется нажмёт только создать услугу он зарегистрируется он станет исполнителем кстати вот только что вы говорили что у вас появился партнер и исполнитель значит мы исполнители пока мест не даем этот человек просто сам зарегистрировался и партнером и исполнителем Самое интересное, чтобы вы понимали, что любой человек, который находится в нашем проекте, он имеет три функции, три постаси, или как это сказать. Пользователь – это тот человек, который просто зарегистрировался в проекте, но он еще не стал ни исполнителем, ни партнером. Но он может пользоваться нашим проектом как клиент, он может заказывать услуги. В будущем, когда проект запустится, он будет заказывать услуги. И это тоже очень полезный человек, который будет заказывать услуги для наших исполнителей, пользователей. Исполнитель – это тот человек, который зарегистрировался в категории услуги и оказывать будут услуги. Он может зарегистрироваться в одной или нескольких категориях. Сантехникам, электрикам, водителям такси, там, адо или любым человеком, который оказывает услуги. Это исполнители. И есть третья группа – это партнеры. Это те люди, которые покупают пакеты и зарабатывают пассивный доход с помощью нашего проекта, с помощью вот этой всей машины, которую мы создали. То есть, пользователь – это клиент, исполнитель – это человек, который оказывает услуги. И партнер – это человек, который стал партнером, купил пакет. Давайте следующий вопрос. Может быть, предложить вновь зарегистрированному давать контакт интернет какой-нибудь, а не телефон. Потому что люди из разных стран, и по телефону не всегда удобно связываться. Давайте теперь разберемся по поводу того, что разные страны. Допустим, эта ситуация серьезная, потому что если вы приглашаете людей в общем, там будем говорить, в разных каналах, то к вам может зарегистрироваться человек с любой страны. Допустим, если вы с Украины, то вы на украинский телефон можете перезвонить, правильно? И сказать. А уже если у вас человек, допустим, вот как вот этот телефон 373 зарегистрировался, в таком случае есть два способа, как связаться с ним. Первый способ – это внести этот телефон в Viber, Telegram или WhatsApp, и, возможно, он проявится у вас, и вы сможете связаться с ним в Viber, Telegram или WhatsApp. И второй способ, который, возможно, я вот хочу посоветоваться с вами. Может, мы сделаем отдельный канал для партнеров, вот именно для этой функции конкретно. Допустим, есть человек, который проживает в России, наш партнер, а второй человек – партнер в Украине. И, допустим, у кого-то из России зарегистрировались партнеры с Украины, он может передать телефоны, чтобы перезвонил, а украинские партнеры могут передать телефоны с России, допустим, или с Казахстана, тем людям, которые партнеры с других стран, чтобы они там перезвонили. Им же, как бы, получается, украинцам-украинцам будут звонить, а россияне-россияне. Не зависит, вы понимаете, о чем я говорю, да? Смысл в том, что… Не совсем. Извините, но сейчас есть доступ у всех к WhatsApp, Viber. Мы даже в одной стране чаще всего созваниваемся с помощью вот этих мессенджеров. То есть, это не проблема, я думаю. Мне вот недавно появился пользователь, он был из Средней Азии, и мы по телеграмму с ним спокойно общались. Ну, я же говорю, один из вариантов – это внести этот телефон в WhatsApp, в Telegram, в Viber и так далее, и попытаться с ним таким способом связаться. А уже если не получается, если он там нигде не значится, то можно попросить людей, которые… Допустим, вы видите телефон, вы говорите, вот 3.7 – это какая страна, такая-то. Есть у нас партнер с этой страны? Кто-то подтверждает, что есть, допустим, вы ему даете телефон и говорите, просто перезвоните моему партнеру, чтобы он… Вернее, не партнеру, а как раз человеку, который зарегистрировался в вашем кабинете как пользователю. И объясните ему, что нужно делать дальше в нашем проекте. И обратная связь, опять же, может быть. Допустим, если кто-то с Казахстана зарегистрировал человека, который находится в Украине, он может к нашим украинским партнерам попросить, чтобы перезвонили по этому телефону. Но опять же, это может быть только в том случае, что если человек указал свой телефон, поставил птичку. Еще вопросы по этому? Вот по этому же вопросу. Может быть, просто ввести пункт, укажите удобный для вас контакт, и все, не надо телефон. Смотрите, мы сейчас реализовали функцию с телефона. Может быть, в будущем, может быть, выбрать ваш контакт. Но пока мы с такой функцией нет. Пока так. Еще вопросы по этому пункту. Всех, что объединяет. Кто-то пользуется Телеграмом, кто-то пользуется Вайбером, кто-то Ватсапом. Но все сидят на электронной почте, чтобы зарегистрироваться. Не хочет электронная почта. Ничего не слышно. Громче можно говорить? Я говорю, что каждый человек, кто-то любит Вайбер, кто-то любит Телеграму, но все регистрируются через электронную почту. Как просто электронная почта, и все? Да, именно. Чем-то добавить можно. Договоритесь, через что вам будет удобно связываться. Я вас услышал. Мы, возможно, добавим почту. В перспективе можно выставить телефон или почту. Здесь показать почту человека. Вы его напишите через почту. Да, наверное, лучше будет почта все-таки. А все ли смотрят почту, например? Ну, теперь будем смотреть. Ну, что делать? Ну, я вот согласен, что почту не все смотрят. И очень редко ее смотрят. Там приходит очень много всякой информации. и поймать того человека это будет сложно. Так, поэтому по моей команде еще вопросы есть? Ну, я протестировала. Пользователи, исполнители. Исполнители. Как поздно. Можно еще, да. Можно еще, да. С двух устройств вы сидите, поэтому идет эхо. Сергей, можно уточнить, да? Поэтому, по... Я хотела спросить, вот смотрите, еще раз. Пользователи и партнеры, это вот на данный момент одни и те же люди, потому что, объясню, у меня в пользователях три человека и в партнерах три человека. То есть это одни и те же люди. Одни и те же люди, да. Если, допустим, добавится у меня в пользователях один человек, да, еще не купивший пакет, значит, у меня там будет четыре, а в партнерах три. Пока. Совершенно верно. Спасибо. Спасибо. Так, смотрите, тут есть вкладки пользователей, исполнителей и партнеры. Переходим в вкладки партнеров. Вот у вас есть партнеры, вы видите, какие они здесь есть. И тут вот эти партнеры, которые обозначены с синей линией, это говорит, что под этим партнером уже кто-то есть. Вот, допустим, под Ольгой уже есть два партнера и можно посмотреть, кто есть под Ольгой уже. Это второй уровень. Давайте я найду такого партнера, у которого больше всего четыре линии, где-то у меня был партнер, который уже прошли все четыре линии. Одна, это одна линия. Так, ран, два, три, четыре. Вот, по-моему, вот это вот. Получается, мы открываем, кто находится на первой линии, потом открываем, кто находится на второй линии и открываем, кто находится на третьей линии. Здесь вот обозначено, что у этого партнера есть партнер на первой линии, на второй линии и на первой, второй, третьей, четвертой линии. Вот всех партнеров, которые будут находиться, в зависимости от того, какой у вас пакет, Если пакет, допустим, премиум, то вы будете видеть под каждым партнером, кто находится. И будете видеть прибыль, которая идет конкретно от этого партнера, от этой линии, от этой и от этой линии. Вся эта прибыль будет собираться вам на счет, и вы будете выводить. Тут понятно, как это будет обозначаться. То есть, если у вас есть партнер, у которого здесь назначено один человек, один человек и один человек. Это уже получается три линии. Вы открываете, и все три линии вам видно. Вот этого, вот этого, вот этого. Тут понятно, как это работает? Алло? Да, понятно. Понятно, да? Еще по партнерам здесь будут какие-то вопросы? А цифр можно как-то озвучить? Это кодовые слова пакетов. Базового, стартового, премиум. Коды идут. Ну, допустим, в базовом пакете 20 исполнителей и 5 партнеров. В стартовом пакете 10 исполнителей и 5 партнеров. Это у конкретно вот этого пользователя, да? Столько есть? Посмотрите, у нас, когда пакет берешь, там пишется, что у вас 10 исполнителей или 5 партнеров. Или 20 исполнителей и 5 партнеров. Или 40 исполнителей и 5 партнеров. Так же? Вот смотрите, пакет премиум. Тут написано 40 исполнителей и 5 партнеров. Это сколько есть на данный момент у этого партнера? мы даем без приглашения так по партнерам еще есть вопросы по страничке у меня нет хочу столько же партнеров так следующая у нас есть там где находится наш пакет когда вы приобретаете пакет и если он активирован то тут появляется название пакета которым вы есть в данный момент мне написан премиум пакет у вас может быть стартовый стандарт или базовый пакет вот здесь отображается название пакета который вы приобрели и когда вы заходите на эту страничку здесь уже идет будет заработок конкретно с исполнителей и партнеров которых вы зарабатываете здесь отображается значит смотрите чтобы понимали у нас два вида дохода будет те исполнители которые будут платить процент с каждого заказа они будут разделе процент значит это как правило водители такси потому что они с каждого заказа платят вот и как это будет отображаться по водителям допустим вот у меня есть водитель такой-то я нажимаю на него и здесь видно сколько он заказов делал дата номер и сколько я денег здесь заработал с этого водителя вот 4 гривны 4 гривны 570 290 вот так отображаться будет водитель то есть вы берете открываете водителя и тут будут отображаться каждый его заказ который он делал дата время и сумма которую вы заработали с этого заказа вот так это будет работать потом здесь будет исполнители категория банплата это те исполнители исполнители которые будут один раз в месяц платить за заказ и точно так же вы будете видеть их в своем кабинете и получать доход будет отображаться доходы по сколько он зарабатывает для вас ну и соответственно еще и партнеры здесь будет отображаться у вас какой доход приносит вам этот партнер этот партнер этот партнер это все будет видно в этой вкладке еще раз повторюсь процентные тем исполнители который делает будет платить каждого с каждого заказа проценты высота будете зарабатывать а банплата это один раз в месяц заплатил и мы с вами поделили эти деньги и партнер это доход людей которые находятся под вами тут вопросы есть алло понятно понятно следующая кнопка о проекте вот эту кнопку вы должны рекомендовать всем людям которые регистрируются скажут ну в принципе говорить таким образом вот вы зарегистрировались в проекте вас там допустим зовут федор или как там и вот там вот есть кнопочка о проекте нажимаете на эту кнопочку вы попадаете в чат-бот в чат-боте там пошагово рассказывается что это за проект как он работает как и сколько можно зарабатывать что нужно для этого делать чат-боте можно связаться с разработчиком он ответить на все вопросы в общем посылайте людей всех чат-бот потому что вы так не расскажете о проекте как сам чат-бот просто надо объяснить человеку что чат-бот устроен таким образом вы заходите в чат-бот читаете текст смотрите первое видео потом нажимаете на кнопочку продолжить открывается дальше текст потом второе видео нажимаете на кнопку кнопку продолжить открывается текст третье видео нажимаете на кнопку продолжить попадаете на пакеты смотрите сколько они стоят чего не состоят и что уходит в эти пакеты. После пакетов у нас идут способы оплаты. И после способа оплаты там есть кнопочка под названием «Я уже партнер. Инструкция, что нужно делать дальше». То есть чат-бот сначала рассказывает о проекте, потом уже человек принимает решение, нужно ему это или нет. И если он становится партнером, он нажимает кнопку «Я уже партнер» и там дальше идет инструкция, что нужно делать. Вот так вот последовательно этот чат-бот рассказывает. Вот такие вещи вы должны сказать, потому что многие люди заходят, там первые видео посмотрели, а кнопку «Продолжить» не нажимают и застряют. Поэтому нам и нужно сказать, что нажимайте на кнопку «Продолжить», чтобы вы полностью ознакомились со всеми предложениями, которые здесь есть. А можно вот так вот, извините, связать? Вот допустим, человек интересуется, я ему даю ссылку на чат-бот, а там фактически идет дальше ссылка зарегистрироваться. И он уже регистрируется не под меня. Вот как можно сделать так, чтобы в свою рефералку… Рассказываю абсолютно тем, чтобы вы знали, как это делать. Если вы связываетесь с человеком и приглашаете его в проект, обязательно делайте скриншот, где вы его приглашаете. Вы же там в Телеграме или в Вайбере или в WhatsApp его приглашаете. Делайте скриншот, что конкретно такого-то числа вы написали этому человеку и он вам ответил и вы начали вести переговоры о том, чтобы пригласить его в проект. Вот этот скриншот сделайте и даже если он зарегистрируется под каким-то другим человеком, то я вам согласно этой информации переведу этого человека под вас. Мне нужны доказательства, что именно вы пригласили этого человека в проект. Если у меня есть скриншоты, в которых видно, что такого-то числа вы написали этому человеку, он вам ответил, вы ему рассказали о проекте, там есть какие-то информации, там скинули какую-то ссылку, ссылку на регистрацию свою скинули. Значит, это подтверждение того, что именно вы пригласили этого человека. Просто сделайте скриншот, это же не тяжело, я так понимаю. Да, хорошая идея, потому что очень… Ну, когда сразу на регистрацию приглашаешь, все говорят, ну что вы сразу приглашаете регистрироваться. Дайте мне информацию ознакомиться. Дальше уже связь теряется, и ты не знаешь, куда, до каких пор человек пошел и зарегистрировался или нет. Вот тут он уже теряется у меня. То есть не знаю, какую ссылку именно сохранять. Хорошо. Ребята, можно, Сергей? Это вообще информация, которую рассказал Сергей, это действительно у меня был такой случай. Так что это все работает. Спасибо огромное, что человек зарегистрировался под кого-то другого. Я делала скриншот. То есть, ну, опять же, мы же приглашаем. Спасибо. Просто хотела сказать, что это действительно так. Как вообще известно, что тот человек зарегистрировался? Громче, пожалуйста. Как узнать, вот, незнакомый человек, ты ему просто рассказал, вот, и он там себе подумает и все остальное. Но ты не знаешь, по большому счету, ни фамилии, ничего. Вот. А он потом зарегистрировался. Ну, как знать, что он вообще в дальнейшем зарегистрировался? Ну, смотрите, если это в Telegram, то видно будет, его вы увидите в чате в Telegram. Правильно? Вот если ему писали в Telegram, то если он появился в Telegram, значит он появился. И тогда вы можете, вы же ему спросите, вы зарегистрировались или нет. Ну, вот вы начали человеком переписываться в Viber, в Telegram и все такое. И в конечном итоге вы ему дали какую-то информацию, а потом же можно спросить ее, как там, проект понравился, не понравился, может быть, какие-то вопросы есть. То есть человек должен вам каким-то образом ответить, что он уже зарегистрировался или не зарегистрировался. Ну, диалог же у вас останется с этим человеком в том мессенджере, где вы ввели. Спрашиваю не о том, кто будет там через Viber, через соцсеть, а вот именно вживую. Вот ты человека встретил в кафе и разговаривает, и пошла речь и предложил ему такую тему. Ну, так вы же можете прямо сразу его и зарегистрировать, прямо при разговоре. Открываете сайт Healthy.me. Вы должны знать свой код приглашения. Открываете сайт и прямо при нем его регистрируете, и все. В том-то и весь компот. Допустим, ты ему рассказываешь, он говорит, ну, я хочу ознакомиться. Ну и все, на этом вы расходите. Хорошо. Вы же не заканчиваете разговор. Вы говорите, давайте я тебе сброшу информацию в Telegram или Viber или WhatsApp. Куда тебе сбросить эту информацию? Он говорит, в Telegram. Вот уже у вас есть контакт в Telegram или Viber, и вы уже ему сбрасываете информацию, что вот чат-бот переходите, отвечаете на вопросы и так далее. То есть у вас уже будет контакт. Еще вопросы, пожалуйста. Василий, сейчас скажите такой вопрос еще. Вот у меня, например, премиум пакет, да, и под меня подписался человек, я ему объяснил все, и он подписывается под меня, покупает себе пакет там, или базовый там, или стартовый, другой пакет, и он у меня идет как партнер уже. А мне там даю, ну, и такие партнеры, а как вот с ними они там, я буду видеть у себя в кабинете их, или, ну, какие там от первой линии вот эти все нюансы такие. Ну, смотрите, как правило, люди, которые регистрируются первый раз, они покупают первый пакет, а уже второй пакет они ставят под себя. Почему? Потому что это выгодно. Ну, грубо говоря, смотрите, я, допустим, я на себе приведу пример. Я купил пакет, я зарегистрировался под вас, вот, вы получили кэшбэк от меня, и все хорошо. Потом я через некоторое время принимаю решение купить второй пакет. И у меня вариант один – взять под вас зарегистрировать эту ссылку, или под себя его зарегистрировать. Если я регистрирую ее под себя, то получается, что я зарабатываю с исполнителей, которые находятся в моем кабинете, и еще я зарабатываю 12% с исполнителей, которые находятся в кабинете вот этого пакета, который я купил. Правильно? Понимаете, о чем я говорю, нет? А мне на днях один из партнеров спросил, что если я куплю на второй номер телефона пакет, и когда будут оформляться договора, вот, допустим, у меня два пакета на разных номера оформлены, то как тогда будем отдельно два договора заключать? Или я не знаю? Можем отдельно два заключить, можем в одном договоре указать два кабинета. Отлично, спасибо. Так, здесь вопросы по пакетам понятно, что такое процентные, что такое банплата, что такое партнеры. В процентных вы будете видеть каждый заказ, который делает исполнитель, а в партнерах вы будете видеть уже уровни, которые под вами там есть до четвертого уровня. Тогда поехали дальше. Ну, о проекте я вам рассказывал про кнопку «Контакты». Здесь можно связаться с нами по этим «Контактам». И самая нижняя кнопка – это бизнес-места. Но есть кнопка «Выход». Для чего кнопка «Выход» существует? Допустим, если у вас два кабинета, то вы работаете через «Выход». То есть нажимаете на «Выход», вводите логин и пароль от одного кабинета, а потом, чтобы зайти в первый кабинет, снова нажимаете «Выход», вводите логин и пароль от первого кабинета. И таким образом вы можете перейти с одного кабинета в другой. Это кнопка «Выход» для этого. Ну и последняя кнопка – это «Бизнес-места». «Стать партнером» она еще называется. При нажатии на этой кнопке мы получаем пакеты. Здесь есть информация про пакеты, какие мы продаем. На данный момент действует скидка 20%. Если у кого-то скидка закончилась, они могут взять промкод. Когда вот здесь время заканчивается, тут появляется возможность ввести промкод. Надо обратиться ко мне. Если там все нормально, я вам даю промкод, вы его вводите и снова появляется ссылка. Это в том случае, если вы как бы просрочили время. Но сейчас это так работает, но в будущем за получение промкода будут дополнительные, как бы говорится, лучше сразу купить. Будет выгоднее купить сразу, чем по промкоду. А скидка на рассрочку действует? Вот если я возьму, допустим, рассрочку стандарт, сколько он не обойдется? Скидка на рассрочку не действует. Но смотрите, рассрочку можно погасить тремя способами. Вернее, два с половиной способа. Первый способ – это ровными частями в течение трех месяцев оплатить эту скидку. Второе – мы же вам будем давать партнеру в кабинет, и каждого партнера на следующий день мы даем еще плюс пять процентов от стоимости пакета. Соответственно, эти деньги идут в зачет погашения. И третье, самое главное, так как наша задача сейчас побыстрее собрать партнеров, у нас сейчас действует акция, по которой, если вы пригласили партнера, и он в вашем кабинете покупает пакет, то вы зарабатываете двадцать пять процентов от стоимости пакета. То есть, если, допустим, он купил премиум пакет, то вы заработали двести долларов. У меня недавно была ситуация, когда один из наших партнеров купил в рассрочку стартовый пакет, внес двадцать долларов, а потом через неделю он пригласил партнера, он купил премиум пакет, человек заработал двести долларов, он сразу погасил в рассрочку свою, и еще и заработал сто пятьдесят долларов, которые он вывел себе на карточку. То есть, надо в течение трех месяцев немножко, как говорится, пошевелить кышнями и попытаться найти хотя бы одного-двух партнеров. За три месяца два-три человека можно же найти среди своих знакомых путем вот этой вот акции, которую мы проводим. Ну вот теперь по поводу акций, которые мы проводим. Значит, смотрите, самое лучшее, когда вы не просто свою ссылку сбрасываете, а вот я рекомендую просто записать свое видео селфи. Простыми словами, ну для этого надо немножко потренироваться, так будем говорить. Ну давайте сначала обозначимся, что те люди, которые не умеют приглашать, они все равно получают пять партнеров, исполнителей. Это как бы железно. Но те люди, которые хотят немножко больше зарабатывать и есть желание покрутиться, то они должны действовать. Это как бы есть возможность пригласить. И как я рекомендую это сделать? Вот то, что сейчас в лентах крутится, там это все не работает. Больше работает вот ваше личное обращение, что вот такой-то вы человек, там проживаете в таком-то городе. Допустим, вы пытались найти способы заработка в интернете, там участвовали в одной компании, в другой компании, где-то зарабатывали, где-то прогорали. Вот и вот вы нашли на сегодняшний день проект, который для вас вроде бы подошел, как вот вы там уже участвуете. И рекомендуйте, говорит, я вам рекомендую ознакомиться с этим проектом. Просто не надо говорить, что там здесь супермаркет услуг и все остальное. Люди, когда вы начинаете говорить, что это супермаркет услуг, человек, который ищет возможность пассивного дохода, он не понимает, у него диссонанс происходит. Причем здесь я, человек, который ищет возможность заработка в интернете, к тому, что какие-то исполнители оказывают услуги. Для людей это непонятно. Поэтому этого говорить не надо. Просто, как вам правильно сказать, вы поймите одну вещь. Миллионы людей ищут возможности заработка в интернете. И это факт. И тот же миллион людей уже обжегся. Уже где-то их обманывали, бросали, они теряли деньги. И тут есть, будем так говорить, два момента очень важных. С одной стороны, люди ищут возможности, а с другой стороны, они боятся. И вот, когда вы делаете видео, вам нужно вот эту вещь разрушить. С одной стороны, сказать, что вы такой, как они, искали возможность и теряли тоже, но нашли. И вы рекомендуете ознакомиться с тем, что вы нашли. И вот вам ссылка. Понимаете? Вот такое вот видео коротенькое, оно больше будет... Я понимаю, что сразу ее трудно записать. Я понимаю, что это надо потренироваться. Как это делается? Вот инструкция пошаговая. Первое, пишите текст короткий, очень коротенький текст. Второе, этот текст, если он вам уже понравился, выучите наизусть. Третье, когда вы учили текст наизусть, подойдите к зеркалу и расскажите его. Просто перед зеркалом. Рассказали. И четвертое, уже когда вы четко рассказали, вам это понравилось, снимите себя на телефон, буквально до тридцати секунд, чтобы этот ролик был. И вот такой ролик, он будет больше привлекать людей, потому что вы покажете, что вы такой же человек, как и они, и вы искали эту возможность, и вы нашли. И вы приглашаете людей... Не приглашайте в мою команду. Вот это вот... Я приглашаю в свою команду. Это неправильно. Пригласите человека ознакомиться с проектом. Пусть он вникнет в него. Скажите, что придите, ознакомьтесь. Если понравится, тоже станете... Ну, будете зарабатывать вместе со мной. Если понравится. Вот такими словами. Приблизительно надо обратиться к людям. И если вы сделаете это видео, вы можете его везде крутить. И в YouTube, и в TikTok, и в Instagram. И мы его будем продвигать это видео. Каким образом? Если вы делаете видео и короткий текст, и даете нам эту ссылочку, то мы эту ссылочку вставляем в наши рекламные посты, и мы пролайкаем, как все партнеры пролайкивают. И тогда охват будет гораздо больше. И по вашему видео, по вашей ссылке, потом человек зарегистрируется. И дальше уже пойдет процесс вот этот, который мы с вами перед этим разговаривали. Так что я рекомендую все-таки попытаться каждому из вас. Это сразу не получится. Я вам хочу сказать, чтобы вы понимали. Вот ту презентацию со мной, которая была, я ее записывал 60 раз. 60 раз я садился и мне не нравилось. Я переписывал, еще раз садился, еще переписывал. Ну я так условно говорю 60, может быть даже больше. Пока мне самому не понравилось то, что я потом вам показал. Вот точно так же и вы должны действовать. Если вы хотите, чтобы вы получили дополнительных партнеров в свой кабинет, запишите простыми словами простое обращение. Вы должны понимать, что миллионы людей ищут возможность заработать. И те же миллионы людей боятся. А вот когда вы непосредственно сами обращаетесь, что вы такой же, как и они, тогда они вам больше поверят. У меня вопрос. И вот сам механизм регистрации. Запишу я, допустим, это видео. Запустим, мы все будем лайкать. Где я буду искать этих людей, которые по этому видео придут в проект? Они же хотят сначала ознакомиться, значит они пойдут в бот. А в боте не зарегистрируются, не под меня, естественно. Под этим видео вы должны дать ссылку на свои контакты, чтобы они связались с вами. В Телеграме или в Вайбере. А уже когда человек к вам в Вайбер обратился или в Телеграм, тогда вы ему, вот уже произошел контакт в Телеграме. Вы ему говорите, вот во-первых, делайте скриншот этой ситуации, что к вам человек обратился и вы его направили в бот. Ну, если обратился, то это понятно. Но человек по боту пройдет и зарегистрируется просто в общую команду, но никак не в мой кабинет. Мы только что говорили, что если вы пригласили человека и в каком-то мессенджере сделали скриншот, что вы его пригласили, то вы можете всегда его перевести к себе. У нас даже были такие случаи, когда ко мне обращались, я всегда говорю, ребята, пришлите мне скриншот, который доказывает о том, что вы его пригласили в проект и я его переведу к вам. И вот тут одна, один партнер подтвердил, что такое уже было и мы такое уже проделывали. Да, можно я скажу по этому поводу. Были такие ситуации, то что человек просто, да, вот проходил регистрацию, но у вас же был с ним диалог, то есть вы то, что приглашаете в компанию. Естественно, у вас будет с ним переписка. Просто уже потом готовый скрин отправляете Сергею Васильевичу и он просто перенаправляет ваш кабинет. Сергей Васильевич, сразу параллельно спрошу, чтобы потом не спрашивать. Не хотите ли вы создать группу отдельную там, где все наши партнеры? Просто уже в этом чате, вот я когда захожу, много вопросов, да, создается не от партнеров, а от человека. И когда мы ему отвечаем, тысячи вариантов одного какого-то ответа. Кто-то говорит по одному, кто-то по другому, кто-то по третьему отвечает и начинается суета. Вот сегодня даже, может быть, если вы читали все-таки переписку, человек задает конкретный вопрос, там, например, о партнерах, в итоге видят предыдущие скрины и где-то что-то не так написано. То есть, определить партнерам группу отдельно, да, там, где по проекту, по моментам, тем же самым, как пригласить и тому подобное, те же самые ссылки на фейсбуке, в инстаграмы, чтобы там выкладывались. Здесь сделать как информационную для новых партнерам, которые они информацию должны знать. Для кандидатов, так будем говорить. Да, да, просто, ну, действительно, вот, если зайти почитать, вот, иногда я захожу утром, начинаю читать, и там идет сербор. То есть, и партнеры, и будущие партнеры, и половину партнеров, которые хотят зарегистрировать, но что-то начинает смущаться. Есть такие партнеры, которые говорят, да, ну, вот, у меня вот такая ситуация. А другой пишет, нет, не так, должно быть вот так. И человек уже идет в сомнение, то есть, блин, ну, значит, где-то не так, что-то там не то, ну, как бы, заводит в заблуждение. Просто нужно определять то, что партнеры есть партнеры, у них уже другие условия, те же самые даже по приглашениям. Как правильно пригласить партнера. Я, например, могу так сказать, то, что я не только в компании Healthy, у меня очень много, например, знаний по тому же самому продвижению. У меня есть результат буквально за три недели, или даже за две недели, не, три недели, наверное, в проекте. Есть этот результат благодаря этим знаниям, которых я знаю. то есть, и немножко давать информацию новым партнерам, да, делиться с ними, а не показывать это все на общее обозрение для всех. Я с вами согласен в том, в этом плане, что когда иногда партнеры выходят и начинают, они же, смотрите, чтобы вы понимали, что в этом чате приблизительно 400 партнеров, а в самом чате уже тысячу с лишним человек. Это говорится о том, что 700 или 800 человек это кандидаты. И как бы вот задавать такие немножко глупые вопросы в этом чате не стоит. Я думаю, что я сейчас организую этот чат отдельный, где мы будем уже обсуждать непосредственно партнерские дела, а в этом чате наша задача как бы мотивировать людей, тех, кто нов пришедших или те, кто сидят в режиме ожидания, чтобы они все-таки принимали какое-то решение и присоединялись к нашему проекту. Можно мне пару слов? Да. Ребят, может быть, все-таки если люди задают вот незарегистрированные еще какие-то вопросы, но они же как-то в этот чат попали и же кто-то пригласил, правильно? Просто рекомендовать, обращайтесь к тому человеку, который вас пригласил. Ну, этот человек, Елена, этот человек, понимаете, вот даже сегодняшняя моя ситуация, объясняю, да, вот у меня конкретный вот вопрос. Я пригласила человека, да, человек зарегистрировался по моей реферальной ссылке, он ознакомливается, но параллельно в этом чате пишет другая женщина и говорит, то что давайте я вам расскажу. То есть это тоже не должно быть, понимаете? Это некорректно, ребята, просто. Вот, просто. Это так не должно быть. Если бы человек бы не зарегистрировался уже по моей реферальной ссылке, ну, вы сами прекрасно понимаете то, что человек бы пошел бы к другому партнеру. И вот эти вот моменты хотелось бы пообсуждать не в общем чате, а там, где партнера. Вот, все. Хорошо, я вас услышал. Да, согласно. Я сделаю отдельный чат для партнеров для того, чтобы вы обсуждали эти моменты. И еще хочу сказать, что, ребята, вот очень важный момент, хочу на нем как бы наголо сделать. Смотрите, у меня стоит очень сложная задача. Я должен каждому партнеру, каждому из вас найти пять партнеров и дать вам в кабинет. Вы где-нибудь такое видели вообще в других проектах или нет? Я вот интересно мне. Так вот, это очень сложная задача. И когда человек по рекламе приходит в чат-бот и становится потенциальным партнером для кого-то по очереди, если кто-то в чат-боте начинает перехватывать этого человека, для меня это тоже очень обидно, если честно. Так что, пожалуйста, не делайте таких вещей в чате. В общем, я имею в виду. Разно, нужно создать избу свою и там весь мусор перебирать своей избе, а не выносить из избы и в общее обсуждение. Так и надо сделать. Так, еще какие-то вопросы есть? Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой момент по поводу мобильного приложения для андроида. Вот если в мобильном приложении нажать «Личный кабинет»… даже не надо предложить. Не работает «Личный кабинет» в мобильном приложении. Мобильное приложение будет обновляться где-то через месяц-полтора. там… Собственно говоря, давайте так, чтобы вы понимали, что то, что есть на сегодняшний день, это вот тут написано… в мобильном приложении это написано «Бета-версия», а сайт это «Альфа-версия». Нет, там переадресация идет, мобильную версию на простую. Я знаю. Вот. И там… Кнопка «Бизнес-места» не прикабельна в этом случае. Я знаю. Я же говорю, что мы будем обновлять приложение сейчас. Я понял, понял. Понял, понял. Стратегически это будет выглядеть таким образом на сегодняшний день, что наша задача сейчас найти на тысячу партнеров. Условно говоря, тысяча. Почему? Потому что средний пакет у нас идет 150 долларов. Больше покупать стартовых пакетов, меньше базовых, еще меньше стандартных, плюс премиум. Поэтому средняя цена где-то 150 долларов. Нам нужно собрать сумму 150 тысяч долларов, чтобы делать старт-рекламные кампании с того города, где мы начинаем запускать свой проект. Это будет конкретно Киев, Киевская область. 150 тысяч долларов, если разделить на тысячу человек, мы получаем, что каждый партнер в среднем должен принести 150 долларов. Вот наша задача сейчас найти вот эту первую тысячу. Это самая сложная задача на данный период. И поэтому все партнеры, которые сейчас заходят, они получают льготы. Раньше было больше льгот, сейчас меньше. Но когда этот проект запустится, льготы уже не будут. Потому что здесь, по сути, это очень классное предложение для заработка. Такого предложения я на рынке не встречал. В общем, вот такая ситуация. Еще вопросы, пожалуйста. Я предлагал, давайте каждый еще купим по пакету. Хоть по маленькому. Все партнеры. Ну, все по деньгам, понимаете. У вас есть такая возможность, а у многих людей нет. Многих людей... Последние... Купил по премиуму, мы можем купить еще по маленькому, по стандарту. Это маленький стандарт. Но для кого-то маленький, а для кого-то это очень большой. Так, вопросы еще есть? Да, Василий, сейчас скажите, у кого... У кого там вот это сейчас уже пакет отрабатывается уже? Ну, все партнеры там... И можно его откладывать или по нём дальше работать? Или как там, по нём что-то будет или не будет? Или отложить его и ждать дальше? Отложить и получить исполнители. Исполнители я могу сейчас дать, а могу дать перед стартом. Лучше перед стартом. Ясню почему. Потому что тех исполнителей, которые мы сейчас зарегистрировали проект, они как бы... Кто-то из них может уже не работать. И мне потом придется вам менять их. Я сейчас дам, а потом бы не... А уже когда пойдет рекламная компания, там уже зарегистрируется... Ну, я вот планирую, что... Не планирую, я так бы знаю, что в Киеве, в Киевской области зарегистрируется больше... Около ста тысяч человек исполнителями. Так что, у меня будет откуда вам давать исполнители в ваш кабинет? Ваш кабинет. Сергей Васильевич, добрый день. Можно вопрос? Можно вопрос. Не можно, а нужно. Я жду вопроса. Вот у меня такой вопрос. Вот у меня есть один, да, кабинет. Я так поняла, что можно открыть еще один кабинет под себя, да? То есть со своей реферальной ссылкой, только там на другой номер и с другого устройства. То есть не с одного Facebook делать работу, а еще зарегистрировать, да? Ну, вы можете купить и два, и три. У нас есть партнеры, которые купили уже три, четыре, пять пакетов. Но смысл в чем? Что если вы хотите получить партнеров пять человек и получить вот эти пять процентов, это самое, надо писать лайки, комментарии. Но, по сути, мы друг другу помогаем в данный момент. Вот этими лайками, комментариями мы помогаем быстрее запустить проект. И за это я вам каждому даю пять партнеров кабинет и исполнителей даю кабинет. В будущем такого не будет. Когда мы запустим проект, то партнеров кабинет не будем давать. Люди будут покупать пакеты и сами будут искать себе партнеров. Правда, потом на фоне работающего проекта это будет проще сделать. Но сейчас такой лафы уже потом не будет. А что касается... Это понятно. Вы можете купить второй пакет и работать с двух фейсбуков, так будем говорить, двух аккаунтов. Один аккаунт работает на один кабинет, второй аккаунт работает на другой кабинет. Но, опять же, тут нужно быть осторожным, потому что вы будете работать с одного IP-адреса, и фейсбук может вас заметить и забанить в этом плане. Сергей Васильевич, насчет исполнителей у меня вопрос. Если лично приглашенные исполнители будут регистрироваться под меня, то я буду с них иметь доход или там будет какое-то ограниченное количество? Конечно. То есть в отдельном порядке можно, да, на штаб? Нет, нету разницы между исполнителем, которым мы вам дадим, и которым вы пригласите. Вы будете на них зарабатывать, на тех и на тех. Отлично. Сергей Васильевич, ну я не поняла, вот все-таки можно так сделать? Два аккаунта на стиле? Я же сказал, да. Я же сказал, да. Все, спасибо. Можно я работаю сейчас на два аккаунта, два аккаунта с двух телефонов. Только работаете один где-то в обед, другой где-то вечером, и все, и ничего страшного нет. И все пропускают, все идет нормально. Ну, если с двух разных телефонов, то у вас два разных IP-адреса, это можно делать, без проблем. А если с одного телефона делать, переключать аккаунты, то можно попасться на неприятности в Facebook. А, ну вот я про это и спрашивала. Да, с двух разных телефонов, чтобы работать. А, ну это просто. Все, огромное спасибо. Я работаю с одного телефона, просто два разных номера. У меня на моем телефоне два разных номера переключилось, и все в Facebook, и все нормально. Еще ни разу не забанено. Еще вопросы, пожалуйста. Не обязательно, скажем так, с разных телефонов работать. Можно просто VPN установить и, скажем, с одного аккаунта работать без VPN, а с другого аккаунта с VPN. Тут надо очень осторожно работать с VPN. VPN могут еще быстрее забанить, чем без VPN. Объясню почему. Потому что VPN дает не статический IP-адрес, а динамический. И Facebook на это очень сильно обращает внимание. Допустим, вы VPN зашли сегодня с одного адреса, который находится, допустим, в Киеве, условно говоря. А на следующий день зашли VPN с адреса, который тебе присвоили с какого-нибудь Гамбурга. И Facebook понимает, что вы не можете прыгать туда-сюда каждый день по городам. И понимает, что там алгоритм высчитывает это очень сильно. VPN можно использовать только тот, который дает постоянный статический адрес. Если есть специальные VPN, которые вы закладываете адрес, который будет постоянно у вас. Вы как не заходите, с одного адреса заходите. Тогда это можно делать. Да, есть такие VPN. Я говорю, только в этом случае можно так работать. То есть есть VPN, где можно просто выбрать страну. И каждый раз будет, скажем, человек выходить из конкретной страны. Да, но это делать надо постоянно, не попутать страну потом. Так, еще вопросы, пожалуйста. А можно вопросы задать? А в каком формате будут распределяться исполнители? Ни в каком. Вот я вам должен 20 исполнителей. Я выберу 20 исполнителей и дам вам в кабинет. Если кто-то из них не будет работать или плохо будет работать, вы мне подадите заявку, я его поменяю. Ну, я именно вопрос в том, ну, или таксисты, или там сантехники. Как-то будете вы распределять вот это по партнеру? Обязательно, обязательно. У нас есть исполнители, которые обонплату платят и которые платят процентную. Вы будете получать определенное количество исполнителей, которые будут платить обонплату и определенное количество процентов. А уже остальных вы можете сами дорегистрировать. Регистрация это не сложная процедура, поверьте. Мы перед стартом рекламной кампании где-то за месяц будем проводить специальную встречу. Я как бы расскажу, как это все работает. По сути, это не сложно зарегистрировать исполнителей. Потому что те люди, которые оказывают услуги, им нужна работа, им нужны заказы. И когда им предлагают, что появляется какой-то новый сервис, который будет проводить мощную рекламную кампанию, и вы сможете получать заказы, они с удовольствием регистрируются. Не все, но от 80% до 90% людей будут регистрироваться. Делая простой звонок. Еще вопросы, пожалуйста. Скажите, а в какой момент вы начнете заполнять кабинеты исполнительными и партнерами, которые предусмотрены в пакетах? Какой момент именно? Ну, партнерами я сейчас уже заполняю. То есть, все, кто становится партнерами, у нас есть страничка под названием, вернее, файл под названием рекламные посты. А в рекламных постах там есть вкладка, называется правило. Нажимаете на правило и там расписано, когда вы получаете первого партнера, второго, третьего, четвертого, пятого. Ну хорошо, а исполнители когда? Исполнители, после того, когда вы получите всех партнеров, вы еще дорабатываете на исполнителей и получаете исполнителей. Захотите после этого получить исполнителей. Вот кто уже выработал своих партнеров, ну получил всех своих партнеров, которые положено, он может обратиться ко мне и сказать, что я уже закончил, мне нужны исполнители. Я вам дам исполнителей в кабинет. Из числа тех, кто на сегодняшний день зарегистрирован. Я, например, забрал... Перед стартом рекламной кампании, когда... Давайте так, чтобы вы понимали. Когда начнется рекламная кампания, мы с первого месяца зарабатывать не будем. То есть первый месяц будет на раскачку для того, чтобы люди... Ну вот идет реклама, люди слушают, кто-то регистрируется как исполнитель. У нас перерегистрируется где-то 50-100 тысяч человек зарегистрируются в проект. Вот. За вот эти три месяца. Они зарегистрируются, и у меня будет очень большая база людей, которых я могу вам спокойно дать в кабинет. Без проблем. Вот перед монетизацией... Монетизацией. Что такое перед монетизацией? Давайте я вам приведу пример, чтобы вы понимали, как этот процесс будет происходить. Я уже рассказывал, но я повторюсь. Может быть кто-то не слышал. Когда мы начнем рекламную кампанию, то есть первый месяц она запустилась. Мы там в метро разместили рекламу, напечатали, разместили. Реклама идет в интернете. Параллельно мы зайдем в киевские группы, в Facebook, в Instagram, во все социальные сети. Будем там рекламу самого проекта делать, а вы будете писать лайки и комментарии под ним. Уже под рекламой самого проекта. Вот началась рекламная кампания. Первый день, второй, третий, пятый, десятый. Проходит месяц. И мы смотрим по категориям. Допустим, выбираем категорию сантехников. Допустим. Я на примере приведу. В Киеве зарегистрировалось, допустим, 500 сантехников. И за целый месяц они получили, сантехников заказали 500 раз. То есть, по одному заказу на сантехника. Соответственно, мы включать монетизацию не будем, потому что им невыгодно будет. Вот если им сказать, ребята, оплатите деньги за один заказ в месяц, они не будут этого делать. Поэтому мы смотрим второй месяц. На второй месяц на 500 сантехников пришло 5000 заказов. Это, соответственно, уже какое-то определенное количество заказов, которым им выгодно получать их. И тогда мы уже на третий месяц говорим, ребята, вы уже получаете достаточное количество заказов. Вот, допустим, хотя бы по одному в день или по два заказа в день. Мы включаем монетизацию. Кто-то отвалится в этот момент. Это не исключено. Но основная масса останется. И те, кто останутся, начнут платить. И мы уже пожизненно начнем на этом зарабатывать. Тут понятно? Еще один вопрос. Как насчет оформления бумаг по этому делу? Ну, помните, вы говорили когда-то, что... Я сказал, что где-то в феврале месяце я буду с каждым партнером заключать договор. Ясно. Еще вопросы? Сергей, скажите, вот смотрите, мы, скажем, как партнеры рекламируемся через Facebook. Вот. А если, например, рекламу проводить еще на популярных сервисах? То есть есть бесплатные популярные сервисы, есть платные. Но я думаю, что можно на бесплатных сервисах. Там, в принципе, людей много. Где-то 50 тысяч человек, где-то 30, где-то больше. То есть на таких сервисах размещать рекламу. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что те люди, которые, скажем, регистрируются и становятся партнерами, они могут помимо Facebook, могут еще и на этих сервисах рекламироваться. Ну, давайте сделаем таким образом. Сейчас я организую отдельную группу для партнеров. И мы там эти вопросы поднимем. И каждый как бы расскажет способы, каким он владеет. И таким образом начнем рекламироваться. Ну, мы предложим какие-то свои варианты, вы свои варианты. Ну, чем больше... Вы знаете, у нас же будет коллективный разум потом. Чтобы вы понимали. И мы должны продвигаться нормально. Вместе, как говорится, и байкер бить легче. Еще вопросы, пожалуйста. Алло. Меня слышно? Нет? Да, да, да. Слышно хорошо. Ну, тогда, я так понимаю, что вопросов больше нет уже. Когда будем заканчивать? Благодарю. Спасибо. Всех с праздником, всех с разведением. Хорошего настроения, хороших и родных. Спасибо. Будем вместе зарабатывать, будем вместе работать. Работы у нас очень много. Большое. Надо будет попустить Украину, потом ближнее и дальнее зарубежье. Так что работать и работать.